Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана в студии с обзором событий Аркин Олымбеков. И сегодня в выпуске. Острая почечная недостаточность. В Кыргызстане продолжают умирать люди с больными почками. В стране катастрофически не хватает спецоборудования. В защиту образования молодежные лидеры заступились за учителей школы страны. Они говорят, что взятки и поборы педагогов – это вина государства. Сдай тест и иди в институт. Министерство образования вводят новые правила для абитуриентов. Теперь общее тестирование обязательно для всех. Вопрос жизни или смерти. В Кыргызстане люди, страдающие почечной недостаточностью, умирают, так и не дождавшись своей очереди до заветного аппарата гемодиализа. Только за последний месяц от болезни погибли 10 человек. Еще около 80 находятся при смерти. Такую мрачную статистику сообщили сами больные. В стране, по их словам, работают всего 53 аппарата по очистке крови, которые в три смены поддерживают жизнь 250 человек. На очереди еще 500 пациентов, жизнь которых также зависит от доступности к аппарату гемодиализа. Выход есть, говорят больные. Государству просто необходимо выполнять свои обязательства по финансированию покупки необходимого оборудования. Даже не всего, а лишь расходных материалов к нему. По их данным, Турция готова подарить Кыргызстану 40 аппаратов гемодиализа, с условием, что правительство республики дополнит их расходными материалами. Но почему-то в ущерб жизни своих граждан этого не делается. Более того, больные требуют, чтобы в стране наконец открыли клинику по пересадке почки. Девчонки сегодня просто так умирает. На сегодняшний день 10 человек уже умерли. Последний, перед Министерством здравоохранения, не мог попасться, постояло-постояло, его увезли. Потом нам дали информацию, что этот человек, к сожалению, погиб. Поняли, да? Еще среди этих 500 человек, бог знает, сколько еще человек умрет, если немедленно, сейчас не выделите финансирование наше правительство. Впрочем, свои претензии к государству есть и у подрастающего поколения. Некоторые молодежные организации требуют от правительства начать полное финансирование школ страны. Они заявляют, мало того, что государство не выполняет свои обязательства по содержанию образования, сейчас школы финансируются всего лишь на 20% от необходимого размера, так теперь само же государство винит учителей в сложившейся ситуации и заводит на них уголовные дела. Молодежь требует, чтобы уже в этом году правительство, составляя бюджет страны, предусмотрело все средства для нужд школьного образования, а не ставило педагогов в позу, свечно протянутой в сторону родителей рукой. Напомним, в отношении ряда директоров бешкекских учебных заведений возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в том, что они прикарманивали собранные родителями деньги на ремонт и другие расходы школ. Так вот, чтобы этого не происходило, по словам молодых людей, государство в первую очередь само должно выполнять свое обязательство. Ведь образование подрастающего поколения – приоритет. Можно же, к примеру, сэкономить расходы на содержание чиновников и пустить эти деньги в образование. Мы требуем, чтобы вот это бардака убрали, сделали нормальное финансирование школам. Чтоб Минфин работал. Правительство для чего избрано? Чтоб работало. А не делать так, чтобы ажиотаж в данное время и так, в наше время сейчас митинги не кончаются бесконечно. И это правительство ничего не делает в данное время, а смотрит со стороны, что будет дальше развиваться. И еще на эту тему. Высшее образование, включая заочную форму обучения, только через тестирование. Министерство образования и Центр оценки в образовании вводят новые правила на 2012 год. Отныне результаты учреспубликанского тестирования будут обязательны для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, как на дневную, так и на заочную форму обучения. И тем самым руководство министерства надеется искоренить имеющиеся коррупционные схемы. Кроме того, с этого года также при сдаче экзаменов нужно будет предъявлять паспорт или документ со школы. Если справка окажется поддельной, комиссия намерена сразу обращаться в органы для дальнейшего разбирательства. Регистрация начнется с 12 марта и будет длиться в течение месяца. Затем школьники с середины мая должны будут показать, смогут ли они обучаться дальше или нет. То есть пройти прогностический тест. В предыдущие годы на заочные и вечерние отделения поступали по экзаменам вузов. И поэтому, чтобы не пропустить свой шанс, необходимо будет зарегистрироваться всем, кто хочет поступать в вузы на любые отделения, на грантовые, на контрактные, на заочные, на вечерние, нужно обязательно зарегистрироваться на ОРТ и пройти ОРТ. Страна отметила очередной день флага. К слову, главному государственному символу исполнилось 20 лет. Церемонии поднятия самого большого флага в стране на главной площади столицы предшествовал марш молодежи. Тысячи студентов и школьников с флагами в руках прошлись по улицам Бишкека. По дороге они раздавали маленькие флажки автолюбителям, застрявшим в пробках из-за процессии. Уже на площади Олато их ждали десятки солдат национальной гвардии, растянувшие самый большой флаг в стране. Его площадь 150 квадратных метров. Позже прибыл президент страны с премьером и спикером парламента для участия в торжественном поднятии государственной символики. Подобные мероприятия прошли по всей республике. Главой правительства была дана команда провести торжественное поднятие флага во всех министерствах, ведомствах, администрациях, организациях, независимо от форм собственности. Впервые флаг Рыгыской Республики был поднят 3 марта 1992 года. Днем флага 3 марта провозглашено 3 года назад. Впереди у нас немало испытаний. Мы должны победить коррупцию, национализм, регионализм и манкуртизм. Все то, что представляет угрозу развития страны. Несмотря на все трудности и препятствия, мы не сойдем с этого пути. Верю, что и через сотни лет наши потомки в такой же весенний день выйдут на эту площадь Аллатоу и под кыргызским флагом будут следовать примеру Манаса Великодушного, как зеницу ока беречь свою родину. Мы никогда не станем чьими-то рабами. Золотой Антона! На пост главы Российской Федерации Сергей Миронов. Шестью тысячами процента от общего числа избирателей. Между тем, явка на избирательных участках в Кыргызстане оказалась довольно высокой. Проголосовать пришли 11,5 тысяч граждан России. Это в три раза больше, чем на последних выборах в Российскую Госдуму. Нарушений по информации посольства России в Кыргызстане выявлено не было. Выборы прошли в спокойной обстановке. Всего в Кыргызской Республике действовало 4 избирательных участка. В Бишкеке вместо российского посольства в этот раз было выбрано здание русского драмтеатра. Особенно зимой очередь выстраивалась вдоль забора посольства, ограждения. Ну и люди ждали, потому что через определенное количество мы запускали посольство, так как это все-таки объект с определенной степенью защиты. Поэтому люди испытывали неудобства. Стоишь, а здесь вот мы так приняли решение. Это все-таки театр, культурное учреждение, хороший холл. Народных сказителей по самонаспу оширили материальным. Причем сделало это не государство, а общественный фонд Улубаян. Семеры монаши вручены ключи от автомобилей. Общая сумма такого подарка оценивается в 2,5 миллиона сомов. В долларах это около 55 тысяч. В Государственном историческом музее прошла официальная церемония награждения заслуженных сказителей. Более того, фонд планирует вручить шестерым монаши ключи от квартир. Подарочную недвижимость Улубаян уже истратил 370 тысяч долларов. Также предполагается денежное стимулирование молодых сказителей. По самонаспу троим из них вручат по 2 тысячи долларов. На вопрос, откуда у общественного фонда такие средства, был получен такой ответ. Выделяют эти средства частные лица. В первую очередь шли вот такие критерии. Значит, монаши должен был действующим быть. То есть он должен был сказывать в живой форме. Второе, на арене, скажем, или на сцене, или перед народом у него должен был быть стаж определенный. Ну, не менее 5-6 лет. Городские власти поздравили женщин с предстоящим международным женским днем. В историческом музее для участниц Великой Отечественной войны тружениц тыла и блокадниц Ленинграда устроили праздничное представление. Дети из музыкальной школы и других танцевальных ансамблей в течение часа развлекали столь уважаемых и почетных гостей. На учете социального развития в настоящее время состоят более 27 тысяч женщин из малообеспеченных семей. В честь дня 8 марта мэрия Бишкека поздравила 560. Женщину вручила каждой финансовую поддержку в размере 3000 сомов. Это около 60 долларов. Пусть размер материальной помощи и небольшой, тем не менее, женщины были рады тому, что власти помнят и ценят их заслуги перед Родиной. Сегодняшнее мероприятие – это очень хорошо, что нас не забывают женщин. Это как традиция уже у нас в городе. Встреча с ветеранами обязательно нужна, особенно с участниками войны, которых все меньше и меньше. Это их просто вдохновляет, воодушевляет. Это самая радость для них, для ветеранов, особенно и для женщин ветеранов войны. Вот я сама ветеран войны. На этом все. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok